Очередной беспредел на границе с Евросоюзом и ситуация уже напоминает своего рода соревнования между литовцами и поляками. Кто зайдет дальше и умышленно побьет свой же антирекорд. Литва в выходные за сутки оформила рекордно низкое количество транспорта. В Меденин-Кае с нашей стороны Каменный Лог пропустили всего шесть грузовиков. Этого, видимо, показалось мало и сегодня с самого утра уже в привалке нет движения вообще. На место выехала съемочная группа УНТ. Все подробности узнаем у Надежды Завиновской. Мы сейчас находимся в пункте пропуска Привалка. Он популярен у дальнобойщиков, потому что ближайший Гродно и граница с Польшей. До нее отсюда 200 километров. Но и сейчас здесь парадокс. Уже вечер, а с шести утра литовцы оформили на въезд в Евросоюз только один большегруз. Пункт пропуска с белорусской стороны уже полон. Места нет. Все фуры оформлены и ждут въезда в Литву. Но стоят часами. Сопредельная сторона обещала, что начнет принимать транспорт сначала в полдень. Сейчас ждут полуночи. Люди возмущены. В очереди все. Литовцы, поляки, сербы, чехи. Здесь стою с 12 часов ночи. Вот только было через одну машину продвижка за это время. Не знаем, как дальше будет. Сколько будем еще стоять. Нам сказали, как систем закрыть. ПАЛ-систем. Не можно декларацию на транзит издать нам. Рядом с фурами стоят и легковые автомобили. И эта очередь, в отличие от грузового направления, понемногу движется. Но привычные причины задержки в оформлении, сбой системы уже не убеждают. Что случилось, пока никто не знает. Литовская сторона прервала все связи с белорусскими пограничниками и таможней. Пока выйдем с белорусской территории, на нейтралке придется еще стоять. Еще у них стоять. Получается, часов 14-18. Надо простоять в очереди. Это нормально? Нет, конечно. Я раньше, когда я здесь уже 7 лет езжу на работу, я 2 часа бывало, полчаса пролетал. Те, кто возвращается в Беларусь, возмущены не меньше. С литовской стороны говорят, такие же заторы. Из ЕС в нашу страну не могут попасть по несколько суток. С той стороны, это творится то, что литовская сторона плохо очень работает. Они в час пускают буквально одну машину. И все. И задержки. Мы вот буквально ехали, уже 12 часов простояли и проехали 300 метров за 12 часов. Ну и сейчас мы ездим, уже прошло, даже больше суток уже прошло, мы возвращаемся домой. Очень все плохо медленно работает. Вот здесь у нас вообще отличные и парынички, и таможня. Раз, два, и все, и мы поехали. По официальным данным, за воскресенье в разных пунктах пропуска на въезд в Литву скопилось свыше 1300 фур. По количеству оформленного транспорта литовцы бьют все рекорды. В сопредельном Скотловке и, например, пункте пропуска Лаваришкис за сутки приняли всего 17 фур. А в одном из крупнейших, Медененка и Каменный Лог, и вовсе 6, при норме в 500. За прошедшие сутки литовской стороной в пункте пропуска Привалки оформлено только 27% от установленной нормы по пропуску транспорта через границу. На сегодняшний момент в 6 утра литовская сторона не приняла ни одного грузовика. Аналогичная ситуация и в остальных пунктах пропуска на белорусской и литовской границе. Так, в последнее время литовская принимает сторона не более 30% от нормы. Несмотря на все возможные меры, принимаемые в белорусской таможне, ситуация не улучшается без стабилизации работы с сопредельной стороной. И такое здесь едва ли не впервые. Сколько придется простоять в очереди, когда литовская сторона начнет вновь принимать транспорт и в каком объеме информации нет. И это несмотря на то, что несколько дней назад литовцы уже предъявили претензию полякам. Ведь после закрытия пунктов пропуска на белорусско-польской границе огромный поток транспорта хлынул к ним. Сами же поляки традиции не изменяют. И в единственно доступном для большегруза в пункте пропуска Кукурыки Козловичи принимают всего около половины транспорта от нормы. Зачем такой бойкот и чего хотят добиться? Ведь страдают-то простые люди и собственный бизнес. Вопросы, адекватных ответов на которые нет. И здесь в очередях уже говорят, уровень беспредела, похоже, зашкаливает. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродненская область.